Всем огромный привет! Хочу показать свой неожиданный заказ в каталоге номер 15 компании Avon. Дело в том, что я на прошлой неделе уже показала свой заказ, но Катюшка Минченкова, привет тебе Катюш огромный! Она живет не на территории трендсеттеров и попросила меня заказать и выслать ей то, что для трендсеттеров идет немножечко вперед. Вот, попросила Катюша меня из фокуса заказать вот такие вещи, давайте я вам поближе покажу. Это шапочка, шарфик и две сумочки. Вот так они выглядят, вот так они выглядят. Шапочка с шарфиком на девушке и обе сумочки у девушек. Ну, давайте начнем с сумочек. Первая сумка большая. Написано, что тут сочетание двух фактур, гладкой и с имитацией кожи крокодила, прочные и удобные ручки, хорошо держит форму, закрывается на молнию. Называется сумка женская амалия, но прочитаю я все подробно, потому что я думаю это важно. Материал ПВХ полиэстер, размер 38 на 25 и на 14. Внутри один карман на молнии и один карман для мобильного телефона. Для представителей цена была по фокусу 1399 рублей. Сумку я уже достала, она шла вот в таком шуршащем пакетике. Я еще пошуршу сегодня, потому что я не все достала. Вот просто достала, еще сама не смотрела, решила смотреть вместе с вами. Приходит сумка вот в таком виде, она немножечко помятая, но это все разгладится естественно. Единственное, вот жалко, что они это, ну хотя так ручки, да, так ручки и делают. Ну давайте смотреть. Внутри идет молния, молния хорошо работает вроде бы. Так, какие-то тут коды. Вот здесь карман. Кстати, очень глубокий боковой карман на молнии. Туда запросто паспорт уместится. С этой стороны, да, для мобильного телефона, ну, я не знаю. Вот ладошка-то залазит. Сама сумка плотная, корпусная. Ее нужно... Ой, я напугалась, думала поцарапано, нет тут клей. Испугалась, думала. Все-таки не себе. Так, ее нужно подождать, когда она форму примет, потому что видно тут, вот это все должно встать на место. Будет она вот так смотреться, как этот бок. Ну, это тоже, конечно, все обвисится, я думаю. И я не буду отрывать, но вот такие вот красивые под серебро украшения. Ну, неплохая сумка, плотные ручки. Вот так она смотрится. Ну, надо ждать, конечно, новые вещи. Она еще обесформенная. Так, сейчас отстегну. И она будет смотреться вот так. Вот, неплохая. Ну, необычно, конечно, потому что она еще такая помятая. Вот. В общем, вот такая сумка первая. Здесь-то уже все, она, видно, набитая. Форма принята. Вторая сумка, сочетание также двух фактур идет. Имитация крокодиловой кожи и гладкая. Регулируемый ремень, закрывается на молнию. Сумка женская Амина. Также материал ПВХ полиэстер. Размер 28 на 23, 6 сантиметров глубина. Внутри один карман на молнии, один карман для мобильного телефона. Эту сумочку я тоже достала. Выглядит она вот так. Мне маленькая, наверное, даже больше понравилась. Но она достаточно все равно такая, объемненькая. Ручек больше нет. Только вот этот вот, большая ремень. Он действительно вот двигается. Также идут такие украшалочки. Я не буду снимать ничего с ремня. Так вот ее немножко в стороночку просто отодвину и покажу внутри. Также донышко надо будет чем-то набить, чтобы она приняла форму. Ну, хотя один день проходишь, зонтик положил на донышко, да. И она уже будет такая вся симпатичная. Вот эта сумка мне, наверное, понравилась даже больше. У обеих сумок сзади нет кармана. Только внутренние карманы. Здесь вот такой длинный карман идет. Если телефон, то боком. И молния. Карман с молнией. Тоже до донышка такой. Достаточно глубокий. Я думаю, паспорт поместят. Обе сумки корпусные. Такие они солидненькие. Единственное, ну, конечно, им надо отлежаться. Не отлежаться, а отвисеться и в движении. Потому что очень плотный такой кожзамп. По запаху, если вот, как я их достала из упаковки, вообще ничем не пахнет. Если прямо носом воткнуться, то чуть-чуть слабый. Ну, естественно, вот материал вот этой вот пахнет. Есть такой аромат. Так, не знаю, что это такое. В общем, Катюш, я тебе... Вот такое украшение. Может быть, это какое-то... Что-то имеет значение. В общем, какая-то наклеечка. Я тебе ее туда отправлю. Отправлю. Так, дальше. Сумки показала. Давайте я вам теперь покажу. Шапку и шарф. Их я вообще еще не трогала. Вот. Маленькая сумка по фокусу была 999 рублей. В общем, 1000. Давайте начнем с шарфа. Женский шарф. Мерцающие пайетки. Благородный, глубокий, синий цвет. Теплый, уютный, вязаный трикотаж. Основной материал 77 акрил, 23 полиэстер. Материал отделки 50% полиэстер, 41 акрил. Размер 65 на 35. Ну, давайте смотреть. Тут я уже приоткрыла немножко, хотела показать. Вот такая шуршащая упаковочка идет. Защитная штучка. И сейчас вместе с вами достанем шарфик. Выглядит шарф вот так. Очень-очень красивый, если честно. Видно, как мерцают эти пайетки. И пайетки настолько мелкие. И они под цвет шарфа, что идет только просто вот отблеск. И я думаю, вечером, когда вот фонари, зима, снежок, вот это вот будет настолько красиво мерцать. На ощупь он очень приятный. Катюш, честно, очень понравился. Вот так вот он выглядит. Вот он весь. Вот здесь, видимо, шов. И его практически незаметно. А нет, это просто изгиб мятая. Где шов? Вот шов. Нашли шов. Вот здесь шов. И его практически не видно. С этой стороны отрезать. Этикеточка есть. Он круглый. Хомут. Вот. Прямо полностью кругленький. Очень понравился шарфик. Красивый. Я думаю, будет очень-очень хорошо смотреть. Так что сейчас я упакую его обратно. Понравился. Очень. И если будешь носить вместе с сумочками, ну они и идут на странице с сумочками, то мне кажется, будет очень красиво. Единственное, ну и понятное дело, сумочкам нужно будет отстояться, отлежаться. Так, давайте покрасивее. Ну и шапочка. Осталась она у нас с двойцем программы. Тоже идет вообще в шуршащем пакетике. Не в вообще шуршащем, а тоже в шуршащем. Ее я вообще не открывала. Вот я хотела что-то сказать. Будем шуршать вместе. А то, что это за ролик, если не пошуршал блогер. Ну как это-то? Это уже не ролик, а непонятно чего. Так, шапочка смотрится вот так. Так же идут вот эти вот красивые пайетки. Достаточно плотные, никаких подкладов нет. Вязка неплохая. Единственное, вот помпон такой вот. Ну он помятый. Какой-то подозрительный немножко помпон. Ну может быть он разгладится. То есть вот в нем видно, что это акрил. И так блестит как-то. Вот он дешевый, я бы сказала. Но вот помпон мне не очень нравится, честно. Шапка нравится, помпон не очень. Вот смотрите. И вот макушку, не знаю, видите мои ногти? Потому что вязка идет, как вам показать. Ну вот, видите? То есть вверх, он прямо гуляет. Вот. То есть вот шапка, мне макушка не нравится, честно. Вот эта вот часть. Так что, Катюш, смотри. А тут все плотненько, хорошо. Ну кто умеет вязать, они, наверное, знают, почему связано так, что тут прямо гуляет. И вот такой вот блестящий акриловый помпон. Вот. Давайте на девушке посмотрим. Ну то, что, наверное, там гуляет, это не страшно, потому что вот девушка с напуском. То есть шапка достаточно длинная, она должна свисать, и поэтому ничего, наверное, страшного. Будет и не видно, и особо не будет, наверное, продувать. Ну, не зимний вариант, однозначно. Если шарф можно, наверное, зимой одеть, то шапочку вряд ли. Ну и тут вот она выглядела вот так. В целом понравился комплект. Я думаю, шапка будет смотреться тоже неплохо. Вот это все, оно потом-то распушится, это сейчас. И то вот я его сейчас немножко потрепала, смотрите, он уже более-менее. А вначале, естественно, он мятый весь, его просто надо вот так распушить. Мне уже шапка нравится больше. Вот, смотрите. Уже он достаточно симпатичный. В общем, шапку я оскорбила, а на самом деле она уже смотрится неплохо. Вот. Ну, в любом случае, решать вам, решать Катюшке. Мне в целом очень понравился комплект. Сумка маленькая мне больше понравилась. Большая она такая, немножко массивненькая. Но, с другой стороны, если ходишь с документами, вот с бумагами, то большая тоже неплохо. Не знаю, это плюс или минус. Она достаточно вот глубокая для застежки. Что это, что это сумка. Вот, смотрите, где застежка. Вот. И у этой тоже застежка достаточно... Ну, молния какая застежка. Молния. Видите, она там в углублении. Но зато никто не строит по дороге. То есть, для москвичей это тоже важно. Вот. Вот такой вот был у меня заказ. Единственное, я тут не удержалась. И в прошлый раз удержалась, а сейчас нет. Взяла я себе вот этот гель для душа. Новинку. Коллекция Гурме. Так, так, так. Аромат карамели и миндаля не оставят тебя равнодушным. Ну, вы знаете, не оставила равнодушным. Но у меня муж сказал, пахнет больше кофе. Ну, какао. Вот чем-то кофейным. Вот так скорее. Карамель чувствуется. Миндаль делает в карамели небольшую горчинку. И получается какой-то вот, вот эта горькость немножко шоколадная, кофейная. Цвет такой действительно карамельный. Ну, попробуем. Потому что вот из бутылочки одно, а в душе раскрывается совсем по-другому. То есть, вот такая вот у меня еще пронырнула покупка вместе с этим. И мне прислали такие, уже несколько каталогов мне писали, что ждите в следующем заказе, ждите в следующем заказе. И вот, наконец, прислали гид по уходу за волосами. Edvantechnics. Вот это вот обновленная серия. Такая очень хорошенькая. Как она называется-то? Бумага. Глянец прямо очень. Ну, видно, да, как красиво блестит. Ой, чуть не чихнула. Дальше я буду показывать просто литературу. Поэтому, кому был интересен обзор, то это все. Если интересно дальше вот по литературе, то давайте так хотя бы коротко посмотрим. Тут интересно, что все говорится обо всей линейке и немножечко рекомендации. Я сильно лисать не буду. Вот так вот немножко покажу просто, что этот гид неплохой. Я думаю, у него есть код и его можно будет даже заказывать. Давайте хотя бы какую-то страницу я вам покажу поближе. Вот так. Ну и вот так вот про все-все линейки обновленных шампуней. Для чего, как, для каких волос. Вот. Ну, интересно. Я еще полистаю. Так, еще меня в прошлый раз сказали, что я забыла, девочки. Так, вот эта вот штучка от второй сумки. Поэтому кладу сюда ко второй сумке. Я не показала. Но это скорее интереснее показывать координаторам. Те, кто под себя подписывают новых представителей. Я не координатор, я просто представитель. Тут шаги, если вы решили стать представителем. Что вам будет? Если делаете заказы на определенную сумму с каждой компанией, то вы будете получать подарки. То есть такая система есть в Faberlic. Теперь такая система подарков есть и в Avon. Шесть компаний. Показала и с этой стороны путь. Ну, вот. В основном мы все представители. Есть те, кто координаторы. Они уже подписывают под себя и получают доход с покупок всей своей. Ну, там, кто под ними. Есть третий шаг. Это лидеры. У них уже доходы выше. Потому что больше под них подписано и больше заказов. И есть менеджеры. У них уже доходы очень большие. Вот. Ну, тут предлагается и вам стать кем-то. И вот какая скидка. Многие спрашивают, если стану, какая будет скидка. Вот, смотрите, девчонки. Видно, наверное. И вот так. Ближе я показывать не буду. Подробнее объяснять не буду. Потому что это все-таки интересно больше координаторам. Вот. Так что сотрудничать надо с ними. Ну, и все. И бумажки. Вот такой у меня получился второй заказ компании Avon по 15-му каталогу. Катюшка, теперь спасибо тебе огромное. Катя попросила меня показать все это в ролике. Но из-за того, что она пожертвовала тем, что показать пришлось, я не смогла ей сегодня отправить. То есть я могла получить и сразу отправить ей. Но понесла все домой. И теперь только после выходных смогу отправить. Спасибо тебе большое за такую жертву. Теперь ты чуть-чуть попозднее получишь свои покупки. Потому что отправить я теперь смогу после выходных. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, это видео было полезно не только мне и Катюшке, но и еще многим девочкам, кто заинтересовался сумками и вот этим комплектом. В каталоге номер 16 еще добавляются варежки. К сожалению, я не взяла с собой каталог. Я не помню цену варежек. А эту я вроде бы все цены назвала. Шарф-то я называла? Нет. Вот давайте еще цены шарфа. 699 шарфик и 429 шапочка. И вот не помню, какая цена, но примерно в этом же, по-моему, ключе на варежки. Еще и варежки. А у варежек, по-моему, вот такой вот мех идет вот где-то тут. Ну, надо посмотреть будет в каталоге, поточнее. Все, вот теперь точно все. Русские прощаются, но не уходят. Я ухожу. Все, спасибо всем за внимание и всем пока.